на завтрак что мы заказали роль в себе заказал с колбасой за 200 рублей яичница мне обычная яичница лепешкой кофе и чай заплатили мы 5 евро вот пришла роль фан яичница колбаска ты готовишь? да, это прекрасно у меня есть очень вкусно у меня есть очень вкусный кафе у меня есть беер-аи с рот у меня есть беер-аи у меня есть беер-аи яичница лепешечка и чай я думала просто будет чашечка чая а здесь целый этот чайник с чаем ну рульфа кофе растворимый, правда без молока с колбасой завтракали яйца то что надо была у меня такая хотела я согрешить там такая пахлава была медовая красивая такая турецкая но я себя сдержала лишние калории там чистый сахар вон гипс нох кукма да гипс аук нох айне столовая ваканман эссен но сегодня вот видите только заметили вчера немножко такие припудренные были при вообще капец какой-то голова не соображала а сегодня ведь и вон столовая с другой стороны красная-белая но то алкашка там что там а вон может быть еще гуд мод что то есть а я спросила в магазине где можно покушать она мне ничего не сказала про эту столовую потому что магазин столовая и у них точно такая же история у них тут тоже есть бутерброды разные можно покушать она не стала выдавать конкурентов все понятно это я понимаю я тоже не сказал жарко очень жарко хорошо тепло просто воздух стоит никакого нету даже движения ветерочка вот так сейчас идем в номер еще в номере немножко поболтаем каждый номер с кондиционером а у нас получается окна туда выходят вот это общежитие на ту сторону двухэтажное но здоровое здание такое на что обращает внимание да вот какие мы разные менталитеты и все остальное я бы даже и не посмотрела а роль говорит посмотри такие красивые горшки их только видать покрасили а почему не накрыли пол почему весь пол в пятнах белых вызвести почему говорит весь пол в белых пятнах все вызвести почему говорит не накрыли такой красивый камень все забрызгали вот видите вот в чем разница между немцами и нами нашим менталитетом хотя у меня уже тоже начинает такая я с приветом немецким уже вот должно быть аккуратно все не вот таких брызг чтоб не было полу ой он это уже иногда делает замечание на которые бы я вообще бы даже не обратила внимание а потом отшаться тут надо прикрыть вот тут надо лентой заклеить чтоб не замазать он то ли скля а шкутки фрюшток и штайны эршты так голубое небо хорошее настроение моя любимая жена рядом со мной альдо без туглю плит я а гордя счастливый он хорошо позавтракал это хотя мы не завтракали уже почти два мы два с половиной месяца мы полностью свой график испортили он зары график но он не может без кофе а если мы сюда пришли ну как одно кофе растворимое ну как то не камильфо ой говорит это в анталии был отвратительный кофе там ну там самый последний мусор они продавали дешевый ужас отвратительное кофе было в этом в этом отеле а здесь тоже было растворимый был растворимый кофе но вкусный говорит без молока и он его с удовольствием выпил у нас еще два с половиной часа можем здесь находиться потом потихонечку будем выдвигаться так друзья ну что третий день нашего путешествия нашей дороги домой в крым выспались сегодня я просто видать две ночи у меня вообще были никакие одна ночь в германии одна в анталии очень мало спала в германии я переживала у меня всегда так сколько уже ездим но все равно есть вот это дрожь такая что хочу еще сказать значит мы уже позавтракали я вам уже завтрак показала да все очень по ценам очень такие приятные цены считайте это аэропорт здесь вообще должно быть по идее подороже вот но в принципе нормально где-то это ужин у нас вчера был 8 евро сегодня завтра 5 евро нормально в общем почему потому что мне кажется здесь очень много кушает этих рабочих рабочие здесь работают где-то и они приходят тоже в этот ресторанчик на ресторанчик завтракать и обедать нужно там кто что делает поэтому может быть цены не только для туристов но и для рабочих поэтому нормальные цены я знаю что наверное будут спрашивать люди да я сама говорила что мы ждали когда похолодает чтобы посетить сочи чтобы побыть в анталии но рульф на 30 отказался на ночевать в анталии еще больше потому что очень жарко ему там делать нечего получается что он только лежит в номере он говорит я ходить по такой погоде не хочу вот поэтому анталию мы выбрали всего лишь один день вот анталия один день но одну ночь и вернее даже не день в принципе сутки да мы приехали после обеда к вечеру и рано утром мы уехали и задержкой нашего самолета мы были вылетели где-то пол первого из анталии вчера вот хватило вполне и в общем на самом деле он прав очень жарко душно влажно поэтому не моря ничего не было в анталии почему в сочи мы не задержались на дольше а рульф уже давно у меня просил я отказывалась как бы ну что у нас как бы понимаете в нашей семье не только я все решаю да или он все решает мы советуемся если он чего-то не хочет мы это все обдумаем обговорим может быть я его уговорю и он делает как я скажу или наоборот он меня уговаривает давай сделаем так и так вот который с анталии да я бы там осталось например даже по такой жаркой погоде ну помучилась побегала бы но я бы осталась он сказал нет ну давай посмотри смысла нет вы тем более вы с алиной были только недавно ты опять тоже самое будешь и делать видео снимать как бы кому это интересно согласилась ним на самом деле он прав мы только там были и показывать опять то же самое нету смысла тем более еще нет такой приятной погоды а в сочи он меня давно уже уговаривал он обожает поезда очень любит поезда разные старые это его хобби было и он меня очень давно просил с.в. у меня есть одно видео с.в. мы ехали из тоже из сочи до краснодара в с.в. но это был очень старый поезд старый поезд мне кажется это еще годов 90-х был поезд у меня просил все время с.в. именно в новом поезде а у нас в крым ходят новые поезда таврия в основном все-таки современные новые и он мне просил билет дорогу я всегда отказывал а вот и в этот раз я думал 1 меру ну хочешь давай конечно соглашусь давай сделаем как ты хочешь в общем в этот раз у как он хочет у нас анталия получилось и вот сейчас на поезде едем и цена с.в. она как бы забрала наш этот бюджет который я откладывала на гостиницу на два дня два три дня в сочи хотя почему еще я еще согласилась потому что еще до сих пор цены не упали не упали в сочи цены цены еще дорогие я смотрела и отель звездная но я хотела знаете мне написали в прошлый раз есть отель жемчужина я хотела в жемчужину вот там цены еще высокий брошет этот отель жемчужина в сочи он очень похож на интурист и вот я хотела туда съездить а вот поэтому эти деньги которые были отложены на отель мы их потратили на с.в. а вот с.в. стоила нам 19000 на двоих на двоих 19000 это 190 190 евро получается с.в. ехать мы будем 12 часов билет у нас от адлера не от сочи а из адлера поэтому мы сейчас будем выдвигаться до 12 нам нужно выселиться поезд у нас в 13 с копейками 9 минут здесь ехать на ласточки единственное что ласточка по моему ходит один раз в час или два раза в час что-то такое но я посмотрела в принципе у нас там все подходит мне это за час раньше приедем еще погуляем по ж.д. вокзалу то в адлере так что вот так у нас немножко поменялись я конечно хотела бы в любимку в сочи но тоже желание мужа тоже закон не только ж мои желания все он простил давно вот и я согласилась в общем потратить эти деньги на с.в. так что вот поедем сегодня на с.в. в керчь по 2 ночи приходит наш поезд в керчи все нас там уже будут встречать ждать так что беру вас с собой сейчас роль еще немножко отдыхает еще есть время я уже все чемоданы упаковал осталось только одеться и все и выходим до 10 10 минут я спокойно вчера пробежал когда в адлер ездила 10 минут я была уже на ж.д. вокзале единственное там запуталась в аэропорту потому что он оказывается двухуровневый и я от отеля получается пришла по мосту я пришла на второй этаж я ничего не могу понять я стою на втором этаже где где ж.д. вокзал делся он же был вчера работник аэропорта шел где ж.д. вокзал я ничего не могу понять вот вам надо спуститься вы на втором 2 уровень а там такой второй уровень как будто вы на улице находитесь как на дороге еще концентрация такая плохая после долгой поездки поэтому я немножко такая шоке была думал тёлки-палки где ж.д. вокзал делся вот он мне сказал куда спуститься я спустилась и нашла ж.д. в аэропорту немножко там заплутала а так 10 минут и я в принципе на ж.д. вокзале была с роль по моему и медленно не спеша вот эти все с чемоданами по всем его ну качкам там узенькие дорожки не широкие поэтому медленно спокойно нам спешить некуда я еще раз говорю нам спешить некуда у нас очень много времени поэтому мы выбираем вот такую длинную дорогу чтобы ночевать отдыхает между поездами самолетами и так далее чтобы не сидеть долго на ж.д. вокзалах в аэропортах вот ну вот так единственно видите и тот и тот самолет как я уже говорила с опозданием поэтому пришлось нам дольше сидеть так что так подробно все расскажу и про паспортный контроль и про всю нашу дорогу от дома до керчи я все записываю где какие нюансы где сколько мы денег платили и за еду и за все все расскажу так что ждите видео все прибыли мы на ж.д. вокзал он бишь тут со фриден мит он довольный мягенько так говорит хорошо хорошее сиденье паровозы сименс а есть уже которые сделали поезда скопировали правильно сделали рассказал пригласили специалистов инженеров и сделали копию и теперь но не называется сиденье людей но для моего мужа он любит чтоб я поснимала локомотивчик составчик такой такие вагоны люди все бегут на посадку хотя еще полчаса а почему это все бегут спешат так очень что нужно место занимать но места то у всех есть и все равно бегут таврия вагон 2 у нас вагон номер восемь св первый класс новенькие вагончики пышечки новенькие пышечки наш вагончик такой вагон вагончик 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 тут бесплатят так варень вагончик наборчик вот такой сейчас мы с вами раскроем и главное она для рульфа меню и между такое видео есть муж немец в свой едет первый раз вот сейчас будет муж немец сидит в свой таврия первый раз это конечно небо и земля по сравнению с теми здесь уже современные такие вот эти полосы прорезиненные как у меня тоже неудобно они не скользят не собираются вот это его любовь он здесь сюда покупает ему очень нравится вкусная диск вот это ну к цифрю белоснежная постельная супер 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 но я думаю здесь очень мало вагонов мало людей поэтому не будет тут цена там 100 лет от нести или шумно не будет мне понравилось найти в этом в жидовокзале андлер туалет людей просто огромное количество огромное количество людей понятно что уборщицы они не успевают это все убирать вот такой запах стоит аж глаза слезятся это уборщица вся в поту конечно бедная женщина вообще не позавидовать работа и в туалете музыка играют птички поют как в раю и такой запах стоит слезы из глаз ну просто невыносимо люди конечно неаккуратно это все кто-то мимо пописал там но женщины какие пожилые очень конечно это все его нища конечно сам туалет отремонтированы это все но ну хорошая все такое хорошие как в аэропорту просто не успевают убирать такое количество народу вот это и птички как в раю поют сейчас рульф разденется будет свои майки алкоголички как ему уже писали майка алкоголичка заметно что мы сейчас него евросоюзе крышечка отстегивается они теперь это просто невыносимо открыть чтобы крышка не отпадала какой-то там инженер разработал чтобы так откручивать и она остается не падает с одной стороны это конечно хорошо потому что это пластик все-таки но у ролька это бесит потому что он не может открыть потом закрыть она не совпадает резьбой тяжело сейчас он такой довольно что крышечку можно все все вагончик тронулся друзья поехали пока-пока антеллер я беру рульфу классно что мы все-таки взяли допускай в два раза дороже чем купе купе стоит там по моему 4 или 4 500 и что-то такое около 4000 а стоит на человека 9 с копейками по моему или 9 не помню уже память на это все под записала и потом буду точно видео рассказывать вот так это как комфортно представляете поезд битком очень многие едут вот и очень комфортно сейчас бы здесь наверху бы люди были всем надо посидеть потому что еще рано ложится все сидели бы на наших вот кто-то захотел бы покушать стол общий а так все купе для нас и стол для нас так ну что так во первых идут как у него такие хорошие такие Дальше у нас идет вот такая вот сумочка с отличными длинными ручками и вот с такой пословкой. Все дороги ведут в Крым. Все дороги ведут в Крым, это точно. Сейчас поработаем едоморозом. Тряпочка для обуви. Микрофазы обувь прочистить. Вот такие штучки мне надо везде. Я люблю, что полотенца полная. Платочки носовые. Помадка гигиеническая. Дальше антисептик для рук. Вот такая расческа здесь лежит. Прям подарочки-подарочки неплохие, как показать. Все такое мини. Это я все беру. Вот, пожалуйста. Можно так, можно так. Расчесочка. Очень нужна была такая маленькая лопаточка. Ложечка для обуви. Не попала мне в дорогу, но у нас всегда нужна. Зубная щетка паста. И беруши. Вот такой вот наборчик. Все. Главное, это такая хорошая сумочка. И урожка точно такой же набор. Так что мы с подавленной. Ну, это все, наверное, видели. Это по всему поезду. Здесь предлагают кофе, чай. Разные сладости. Вот воду. Вода, кстати, дешевле, чем я в Афлере купила. Шоколадки. Можно спокойно идти, без ничего здесь покупать. Вот эти вафли очень вкусные. А, это не Яшки, а Яшкина мы ели в самолете. Были очень вкусные. Но я не нашла эти вафли в Афлере. Вот такие вот. Нужно дешера купить. Орешки, чипсики, колбаска. В принципе, все такое. 170-125 рублей. Цены нормальные. Вот. И тут уже пошли сувениры. Так что вот так. И едем на его. Покажи. Море сегодня волнуется. Волна прям такая хорошая у нас сегодня. Море такое тёмное. Прямо настоящее чёрное море. И так мы будем ехать ещё долго. Больше часа, наверное. Мы на второй путь прижли. Поэтому некрасивый, красивейший ЖД вокзал не получится у нас снять. Потому что стоит Белгород. Белгород. Эмеретинка, по-моему, всё такое. Вот этот поезд. Белгород. Эмеретинский курорт, да. Ой, как жалко. Не получилось заснять. Посмотрите на Сочи. Какие облака чёрные. Да, наверное, смерть точно будет. Не зря МЧС предупреждала. Какое небо тяжёлое. Прям полоса такая чёрная. Дождь проехали. Тучи проехали. Здесь уже люди купаются. Ой, красота. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Все, друзья, в Топсе заехали, с морем попрощались. И теперь начинается вот лес, лес. Море, по-моему, больше уже не будет. И лес уже, смотрите, как теряет цвет зелени, уже такой становится светло-зеленый, переходящий в желтый цвет. Это уже осень-осень на пороге. Такая красивая гора, вот эта вся в зеле, вся в деревьях. А сейчас парень купался. Плюс еще одно ВЦ. С гигиеническим дужком, все чистенько пахнет, вкусно. Мы уезжаем. А вот поезд только приехал. Это Адлер, Барнаул. Барнаул, вот так. Вот сейчас будет ресторан у нас здесь есть. Сидят люди в ресторане, кушают. По-моему, в нашем поезде нет ресторана. Это купе. Ой, плацкартные вагончики. Следующая станция у нас будет горячий ключ. И там мы будем стоять полчаса. Я выйду. Рольф заказал мне пирожки. Пирожочки пойду поищу. Водички, наверное, какой-нибудь посмотрю. Да, решайте. Такой довольный. ВСВ. Вообще. Красота. Прелесть. Просто. Вот. И там после горячих ключей еще одна будет какая-то станция. На букву А. Потом Тюмень. Томань. Тюмень. Томань. Томань, ты считай, что я уже дома. Мы дома, вернее. Все. И там уже Кирчуля наша. Любимая. Как удобно. Как не вовремя нам подарили ложечку. Просто незаменимая вещь. В тубзик сходить. Там на улицу выйти. Чик-чик. Легенькая, маленькая. Все. Теперь будет со мной дорожная ложечка. А теперь у нас их две. Кофе выпил. В красивом подстаканнике принесли. Но я забыла включить камеру. Сейчас мы пирожком купим. И потом мы еще раз купим кофе. Я, может быть, чайку куплю. Посмотрим. Или просто нет, не буду больше. На ночь потом я спать не буду. Воды просто, наверное. Когда поезд стоит, кондиционер отключается. Быстро сразу металл быстро нагревается. Вагон жарко становится в номере. В нашем номере. Лежит в зеркале, наверное, его видно. Это я. Чик-чик-чик-чик-чик. Так как мы приехали на первую платформу, не видно. Написано «горячий ключ». И здесь это длинная очень остановка полчаса. Сейчас 8.08. Полчаса стоим. Пойду смотреть, что тут за пирожки есть. Наш поезд. Вот он. Здесь уже такой современный, да? ЗД вокзал. Не такой, как в Сочи. Кстати, в Адлере тоже был старинный такой ЗД вокзал. Здание. Он немножко как бы в стороне стоял от этого красивого стеклянного волной. А здесь уже вот такое тоже стекло. Пойдем сюда. Вот там горячий ключ. Тут было у нас прямо напротив моего вагона. Было два продуктовых магазинчика. Сейчас пойду схожу. Я скупилась в горячих ключах. Кстати, полчаса так пролетела очень быстро в очереди, потому что стояла Айран. Две воды взяла, потому что мы приедем по второго ночи. И не помню я, у нас оставалась вода или нет в кладовке. А без воды мы вообще не можем. Взяла две воды, пускай с собой. Вафли Яшкина. Обожаю эти вафли со сгущенкой. Это с голодухи уже, знаете, 150 рублей. Вот эти вот с рулетиками какие-то с орешками. Сухарики 70, вода 70, вафли 90. Айран не знаю почему. И здесь купила сейчас на ужином один хот-дог. Хот-дог 170 стоит. И один пирожок. Один пирожочек с картошечкой. Вот он. Пирожок, не знаю. В общем, короче говоря, в одном магазине я заплатила. Я была в двух магазинах. В одном я заплатила 400, в другом 300. В общем, на 7 евро вот это все я накупила. Если хотите, чтобы время быстро пробежало, выходите в горячих ключах и идите закупаться. Как с холодного края. Я уебалки. Я только от живота почти избавилась. Ну, смотрите. О, почти нет. И тут на тебе. Как можно в поезде и не покушать вкусненько? Скажите, такого быть не может. Ладно. С завтрашнего дня опять начнем переходить на наш режим питания. Что делать? Ничего не поделал. Руки помыл. Приготовился мой мальчик. Мой мальчик приготовился. Фердик хот-дог. Хот-дог. А я буду делать это очень много. Может, я буду делать пару бисен. С вами много бисен. С вами. Нет, я хочу бисен в пляже. В демиде. Я не хочу здесь. Смотри, Малей. Смотри. Я пензак. Пензак. О, что ты делаешь? Коротый салат. Бюрстки. Кетчап. Это вкусненько. Конечно, если бы оно было тепленькое, то было бы еще вкуснее. Ну, vielleicht, я бы еще купил кафе. Купил. Купил. Но ты можешь не сейчас есть. О, ты хочешь, чтобы кафе спать? Кафе спать. А, окей. Нет проблем. Я купил для меня айран и пирожок. О, ты купил, ты пусечка. Такая маленькая бабочка. Ты не можешь заман. Ты купил, ты купил. Ходок для двух. Я купил. Что ты купил? Для двух. Один для двух. Я не могу. Окей. Я не купил. Накой. Нет. Такой айран. Такой айран. Их вкусно? М-м. Я не могу. М-м. Если бы я погрем, то время. Это очередь такая большая. Это очень много. Ходдок. Ходдок. Это не время, если я еще 5 минут. Это очень сахар. Нет, это будет до 5.2. 5.2. айран отвратительно кислятина страшнейшая написано что-то такой срок годности я не знаю 9 августа сделан и по 5 но 2 25 года полгода газированный айран кисломолочный газированный знаю такой первый раз вижу общий газированный полгода это спешка знаете когда быстро 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 у меня вот такой пирожочек я не знаю какой он печеный с картошкой нормального бы айран чеса это просто кислятина мы отходим и сейчас подошел поезд по моему челябинк на челябинк съедут из сочи или за для расчет посмотрим это уже они были и свои вагоны прям перед нами не вот просто интересно сколько что челябинк челябинк и меретинский курорт точно челябинк и меретинка но он пришел тоже едет уже домой приеду домой челябинск ой , битком плацкарт битком весь сколько стоит с в это челябинска то на родня 2 они едут я так думали 33 наверно если до москвы 2 лежим с рульфом как принц и принцесса но мы горошину под лжи под нашими жирами мы не почувствуем ее принц принц короче режим и рассуждаем я говорю здесь теперь уходил бы прямой поезд от штутгарта до симферополя даже если бы он поехал три дня было бы неплохо там бы легли и вот в таком вагоне бы три дня ехали это красота же какая ой 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 вода упала по почкам полный стол еды туалет под боком прохладно кондиционер работает с такими видами два часа ехали вдоль моря это я вообще обожаю эту дорогу мне так нравится там делаем возле моря все время едем едем море 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 красота Вильшвазаген Вильшвазаген большой привет большой привет товарищи товарищ молодец привет товарищи капсульная машина у них очень вкусный кофе Ролька уже пьет вторую кошку одну мы сразу сели он попросил кофе сейчас вторую это капсульная кофе с сахар сливки 195 рублей ну 2 евро 200 рублей вкуснято год как издалека какая же большая россия Красноярск где Красноярск где Анапа сколько же они едут по времени здравствуй дом родной мой дом родной мой здравствуй прими нас пожалуйста снова мы любим мы родненький все Рома давай спасибо тебе огромное не за что Рома все созвонимся увидимся мой ты домик это 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 домик